Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым — дать смышленность, юноше — знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости Страх Господень Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это — прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Слушай, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычию, Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, При входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, призрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Спасибо. Спасибо.